Итак, добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас 17 июля, воскресенье. Закончилась первая неделя каталога, завтра начинается вторая неделя, десятого каталога, и наша с вами очередная планерка. Хорошо, все отлично. И наша с вами очередная планерка. И начинаем мы нашу сегодняшнюю планерку. Вот как раз напоминание обложки каталога. Вот так вот выглядит наш каталог текущий. Вот так это выглядит в жизни, да. Да. И, конечно, мне хотелось, я не буду сегодня рассказывать про каталог, я это сделала на прошлой планерке, и вы, в общем-то, кто был, посмотрели это, услышали. Кто не был, тот посмотрел записи, я надеюсь, прошлую планерку, и вы услышали, да, о том, как, в общем-то, о каких продуктах я рассказывала. Но я хочу вам напомнить два самых важных драйвера этого каталога. Вот так они выглядят, да. Первый самый важный драйвер этого каталога – это вот такой монопод. Монопод, он периодически уже исчезает со склада, потом появляется на ненадолгий промежуток времени. Кстати, когда он появляется на складе, я выставляю в чате об этом информацию. Если вы активно пользуетесь нашим чатом вайбере, то, в общем-то, вы всегда эту информацию вовремя получите, да. Вот такой вот замечательный совершенно монопод. Я также в чате выставляла фотографию, да, прям в первый же день, когда мы получили заказ, и одним моноподом, в общем-то, мы сфотографировались с сыном, и я выставляла тоже в чате вайбере эту фотографию. И сразу хочу сказать, что монопод совершенно потрясающий. Он легкий, он компактный, когда складывается буквально, да, вот в такую коробочку вмещается. 75 сантиметров палочка у него, да, достает. Дальше на палочке есть кнопка. Это очень удобно. Если вы вообще когда-либо рассматривали другие моноподы, вот у меня, например, в семье до появления монопода в нашем каталоге было уже два других. Один очень-очень-очень суперсерьезный, который можно использовать как стойку еще и для видеосъемки, вот, то есть это вот Саша с таким моноподом ходил, для мужской руки такой специальный, да. А у меня монопод был вот такого же плана, легкий, компактный, с кнопочкой тоже, да, ну, почему был, он и есть. То есть в нашей семье были моноподы, конечно же, уже, но когда в каталоге появилась эта акция, и мы увидели цену монопода, ну, в общем, я не смогла совершенно удержаться. Мы взяли еще несколько моноподов, вот я, например, взяла пять еще штук, у меня еще пять теперь новеньких моноподов. Напишите, пожалуйста, в чате, какое количество моноподов успели взять вы, и как вообще он вам, да, напишите, пожалуйста. Мне он очень понравился, он очень удобный, легко подошел, вот у нас в семье много разных телефонов, легко подошел ко всем абсолютно телефонам, со всеми хорошо состыковался. Эта программа, да, все-все-все-все отлично фотографирует, качество хорошее, кнопочка удобная. То есть, ну, в общем, ребят, мне монопод очень понравился, несмотря на то, что у меня уже был опыт работы с подобными вещами, и я, в общем-то, прекрасно знаю, что это, как это, и мне есть с чем сравнивать. В чате пишите, пожалуйста, сколько моноподов вы взяли. Или все-таки у нас звук зависает, или что у нас происходит, или все спят? Всех солнышко разогрело, да, и все спят. Дальше. И второй, конечно же, драйвер этого каталога, это вот этот вот совершенно замечательный новый аромат, который у нас называется Amazing Paradise. Такой вот классный, совершенно уникальный аромат из, как бы, это у нас теперь серия туалетный форт Paradise. А если вот Галя Рыжова написала, наконец-то, три монопода, спасибо, Галя, что ты написала. Остальные, не знаю, сварились, наверное, под солнышком. Вы, кстати, все-таки пишите в чате, потому что у нас сейчас очень серьезная тема лидерства, и, честно говоря, даже не знаю, да, о каком мы лидерстве сейчас с вами будем разговаривать, если даже вот цифры не появляются. Итак, вот эта вот водичка, значит, в ней в составе, да, зеленая гуава, райская капля и огненное дерево. Вообще вода, конечно, замечательная, она очень легкая по восприятию, по своему, при этом достаточно устойчивая эта водичка. Она очень красивая с точки зрения исполнения флакона. Такой аромат, опять же, да, вот мне он немножечко морской бриз напомнил этот аромат, да. То есть кто любит именно такого плана аромата, этот аромат, конечно же, для вас. И условие у нас идет такое, да, если вы сделали на 500 и более рублей заказ в прошлом каталоге, и сделали уже на 500 рублей заказ в этом каталоге, то в этом же заказе вы можете взять этот аромат с 55% скидкой. Цена каталога всего 1129 рублей. Я считаю, что для этого аромата это, в общем-то, совершенно приятная цена, и качество этого аромата гораздо выше, чем та цена, которая стоит в каталоге, вот именно при выполнении всех акций. Вот 2500 – полная цена этого аромата. Я считаю, что этот аромат стоит гораздо дороже, и если бы этот аромат продавался в розничной сети магазинов, то он бы там стоил, ну, не менее 5000 рублей. Не менее, может быть, даже больше. Итак, ну вот Настя Осипова написала, что три монопода взяла, Ирина Мельникова написала, отличный монопод. Прорезение на держатель – это очень важно, конечно, да, чтобы не царапался телефончик, да, и чтобы он очень достаточно плотно держал и не скользил еще при этом телефон. Вообще, монопод, конечно, очень высокого качества, очень удобный в использовании, да, и я считаю, что это совершенно будет замечательный подарок, почему я их так много взяла, да, я думаю, что это будет отличный подарок. Потом можно будет с такими моноподами еще акцию какую-нибудь провести, например, среди новичков, вот я своей персональной группой потом проведу. Ну, в общем, я думаю, что использование этого монопода, оно такое совершенно многофункционально. Вот Галья Рыжова написала, что она уже один монопод подарила сыну. Я думаю, что сын был очень доволен этим моноподом. Дальше. Прежде чем мы с вами дальше перейдем к теме лидерства, одно еще объявление, я его выставлю еще и в чаты, я так думаю, что вы уже слышали, знаете. Не упустила, не сделала слад, но я расскажу. 4 августа у нас в Самаре пройдет Wellness день, да, объявление касается тех, кто живет в Самаре и в ближайших регионах, такие как Димитровград, Тольятти, да, вот, которые могут сюда доедать. Итак, нас всех ждут на мероприятии, посвященном красоту, здоровью, стиле жизни и, конечно, развитию нашего бизнеса вместе с ключевой категорией Wellness by Oracle. Программа будет очень насыщенной и разнообразной. Итак, что же у нас будет в программе? Первое, что у нас будет, это наш гость, директор по поддержке фокусной категории Юлия Фатеева. Юлия Фатеева ежегодно приезжает на Wellness дни, ну, по крайней мере, старается, да. И вот, например, кто был в Москве на мегафоруме, то там тоже выступала Юлия Фатеева и также рассказывала о категории Wellness. Дальше будет выступление лидеров, лучший опыт продвижения категории в Wellness структуре, будет выступление спикеров по теме организации Wellness клуба в структуре, будет история участника проекта Wellness прокачка, будет также в Wellness активной загородном парке. И на протяжении всей активности будет проходить съемка с квадрокоптера, то есть вот такая вот камера, которая летает, да, над нами. Дальше. Все участники Wellness дня получат в подарок именной шейкер в загородном парке. Будет проходить конкурс контрольная закупка Арифлейм. И, конечно же, будет выступление супер Wellness лидера Васильева Сергея и Ефремова Марины. Это сапфировые директора, которые в текущем 10 каталоге закрывают статус бриллиантовых директоров. Эти люди у нас с казанского филиала. Они работают и проживают в маленьком селе Красноармейска, где всего 12 тысяч населения. На данный момент именно в селе у них 3 директорских звания и 6 новых квалификаций на старшего менеджера. Рост продаж структуры плюс 123% по итогу 9 каталога 2016 года. Компания всегда сравнивает с таким же каталогом прошлого года, да, представляете, плюс 126%. То есть они выросли более чем в два раза. Новые звания структуры по итогам 9 каталога 14% званий структуры от общего количества всех новых званий. И доля wellness у них в структуре 39%, а продажи wellness в баллах имеется в виду, да. И также на этом мероприятии будет выступать топ-лидер самарского филиала, дважды бриллиантный директор Виктория Щукина, которая тоже будет выступать с темой wellness. Вот такое вот замечательное у нас будет мероприятие. Как я уже сказала, оно у нас пройдет 4 августа. Будет состоять из двух частей. Часть первая отель Ренессанс Зал Мир с 11 до 3, часть вторая загородный парк с 4 до 5. Стоимость мероприятия 400 рублей предусмотрен wellness break. Для подачи заявки нужно пройти по указанному адресу, и заявки нужно подать до 24 июля. До 24 июля. Значит, ссылочку, куда подавать заявки, все будет сброшено в чатах, в вайбере и в скайпе. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, проходите по этим ссылочкам, оставляйте свои заявки, и, конечно же, обязательно принимайте участие в таком очень-очень-очень важном мероприятии для каждого из нас с вами. Потому что wellness – это не только… Я даже не знаю, что… Важны обе составляющие, понимаете? Просто если брать продукт wellness – это наше здоровье, долголетие, это наша красота, это наш внешний вид, это наша внутренняя красота, да, когда наши внутренние органы здоровы, а они, собственно говоря, внутреннее здоровье организма отражается и на внешнем здоровье. Но wellness – это еще и наш бизнес, потому что категория wellness – это высокобалловая категория. И те, кто научится предлагать именно категорию wellness, те, у которых даже, понимаете, даже если, даже если хотя бы 50% людей, которые находятся в вашей структуре, начнут брать продукты категории wellness, хотя бы один каталог, понимаете, то товарооборот каждого из вас, каждого из вас вырастет ровно в два раза. Вы вообще услышали меня, да? Если каждый, если хотя бы 50% консультантов, ваши команды, ваши структуры будут приобретать хотя бы один продукт wellness каждый, то товарооборот каждого из вас вырастет ровно в два раза. То есть даже без приглашения новичков, новых людей в вашу команду. Вот так, вот такая важная категория wellness, поэтому обязательно, обязательно приходите на wellness день и узнавайте еще более подробно о wellness продукте. И сегодня я хотела поднять тему лидерства. Дело в том, что наш бизнес, он настолько многогранен, он настолько глубокий, он настолько универсальный, что в нашем бизнесе важны очень многое количество составляющих, да? И вот одна из самых-самых главных составляющих, это, конечно же, лидерство. Никто в нашем бизнесе не зарабатывает серьезных денег, если он не проходит этап становления как лидер. Лидер организации, да? Но с чего начинается лидер организации? Нам очень часто кажется, что вот на сцену выходят, вот в топовых званиях находятся, вот они лидеры, да, вот они крутые, вот они классные, вот у них там какая-то харизма, еще что-то, еще что-то. Так вот, ребят, я хочу вам сказать, что каждый из лидеров, которые вы видите на сцене, каждый из лидеров, которые вы видите в журналах мира Reflame, каждый из лидеров, которых вы видите на вебинарах, все эти люди когда-то так же, как и каждый из нас с вами, просто заключили соглашение с компанией, каждый из них, и я в том числе. Вы просто зарегистрировались в компанию, и мы просто изучив маркетинг-план компании Reflame поняли, что если мы станем лидерами в своей собственной жизни хотя бы для начала, да, конечно, никто из нас изначально в первые там, я не знаю, дни с момента регистрации не помышлял о каких-то таких супер-купер-огромных товарооборотах и огромных больших организациях. Да, понятно, что после того, как, например, мне рассказали маркетинг-план, я подумала, ух ты, как здорово, но я, в общем-то, и представить себе не могла, что я тоже окажусь в лидах, например, топ-лидеров со временем, да, и каждый из нас проходил этот путь совершенно с нуля, так же, как и, может быть, сегодня проходите вы. Кто-то, может быть, только начинает этот путь, кто-то уже в пути, да, находится, то есть уже сделал первые шаги. Кстати, есть здесь люди, которые сегодня первый раз вышли на нашу планерку, вот есть из присутствующих такие люди? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чате, чтобы вы видели, есть ли, в принципе, такие люди. Поставьте плюсик, я подожду немножечко, потому что вот я, в общем-то, как мне кажется, вижу этих людей. Есть, есть такие люди, отлично. Так вот, каждый из нас проходил этот путь шаг за шагом, да, ступенечка за ступенечкой. Я тоже когда-то первый раз делала свои 100 баллов, я тоже когда-то первый раз вышла на 3%, потом вышла на 6%, на 9%, на 12% и так далее и тому подобное. Была директором, была золотым директором и так далее, и так далее, и так далее, понимаете, да, то есть я так же проходила шаг за шагом все-все-все ступенечки развития, ну, вот те, до которых я дошла сегодня, да, до статуса бриллиантового директора. И вы знаете, для того, чтобы пойти дальше, удивительно, но мне нужно опять взять новых людей и опять начать с ними подниматься с нуля, да, опять объяснить им, зачем это надо, опять объяснить им, почему надо делать свои личные товары, делать свои личные товары, обороты, 50 баллов, и опять шаг за шагом подниматься с этими людьми снова, да, до статуса директора. Как минимум, а я вообще-то стараюсь сделать так, чтобы люди входили на статус золотого директора, как минимум. И первое, что нужно сделать для того, чтобы у вас получился этот бизнес, это, конечно же, стать лидером для себя. В первую очередь, да, самому для себя стать лидером. Не зря есть такое выражение, что самое-самое сложное – организовать себя. Как только организовал себя, с другими людьми проблем уже существовать не может, потому что с другими людьми тебе окажется уже проще. Итак, что же должен уметь лидер для того, чтобы организовать себя в первую очередь? Первое, что он должен иметь, это иметь навык постановки целей, то есть объяснить самому себе, зачем ему это надо. Зачем? Ответить на вопрос «Зачем?». Дальше, второй навык, который он должен научиться делать, это навык приглашения, то есть навык рекрутирования. Приглашать людей в свою команду. Дальше, он обязательно должен получить навык организации личного товарооборота, то есть научиться делать личный товарооборот не менее 150 баллов, потому что это условия компании для выплаты вашего дохода, процента с товарооборота вашей команды. Далее, человек должен обладать навыком подачи информации и проведения встреч. То есть это не обязательно имеется в виду какие-то глобальные, большие встречи, да, а это сначала какие-то очень маленькие встречи, да, какая-то очень маленькая подача информации. Например, как мы учим в телефонных собеседованиях, да, возьми трубку, позвони своему знакомому и скажи ему, что у тебя есть для него очень интересная информация, спроси, есть ли у него 10 минут для того, чтобы прослушать эту информацию, и скажи, что ему позвонит сейчас директор по персоналу и дай ей контакт в конкурс. И твой спонсор позвонит этому человеку, пообщается с ним о бизнесе. И вот это и есть тоже маленькая уже отработка, маленького навыка подачи информации, потому что люди очень часто, смотря на лидеров, считают, что это все вот как бы объемно они такое видят, да, громоздко они видят. Ну, кажется, что если это навык подачи информации, то, конечно же, сразу выступление на сцене спорткомплекса Олимпийский, да, где 50 тысяч человек помещается. Нет, ребят, подача информации, она идет малюсенькими-малюсенькими шагами, шаг за шагом, шаг за шагом, и потихонечку человек сначала говорит один на один, да, только своему знакомому. Потом он умеет говорить уже с незнакомым человеком, потом он умеет говорить с двумя людьми одновременно, с тремя, потом с пятью, потом с десятью и так далее, и так далее, и так далее, да. Если человек хочет развиваться, то этот навык развивается так же постепенно, как и любой другой навык. Дальше, конечно же, человек, который хочет стать лидером хотя бы для себя, обязательно употребляет продукт wellness. Почему? Потому что мы не можем говорить с людьми о том, о чем мы не знаем сами. Поэтому в первую очередь надо взять себе, и в первую очередь надо помнить о том, что для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно здоровье. А здоровье – это продукт wellness. И если вы будете просто время в жизни менять на деньги, да, то ничего хорошего из этого не выйдет. Я каждый день разговариваю с людьми, каждый день появляются люди, которые говорят, у меня нет времени. Наверное, вам тоже постоянно говорят этот ответ, да, у меня нет времени. И я всегда говорю, а когда оно у вас появится? И человек говорит, да вы что, да у меня там одна работа, еще одна работа, а еще я вот туда хожу, подрабатываю, а еще вот я сюда, а еще вот еще, а еще, а еще, а еще. Я говорю, скажите, пожалуйста, а насколько у вас еще хватит жить в таком ритме? Насколько? И плавно перехожу на категорию wellness, да, потому что человек может быть не готов еще понять, что он время жизни меняет на деньги, который даже может не успеет потратить из-за того, что он угробит свое здоровье. Ну, а здоровье с ним поговорить в любом случае стоит. По крайней мере, это все равно будет плюс в копилку этого человека. Дальше. Если вы хотите стать хотя бы лидером для себя, в первую очередь, конечно же, обучение – очень важный аргумент, да, в пользу вашего лидерства. А настоящего лидера не надо ничего напоминать, ему не надо ничего доказывать. Настоящий лидер, он точно знает, зачем он это делает. Настоящий лидер точно знает, зачем ему нужно обучаться. Потому что если он не будет обучаться, он не сможет обучать свою команду. А если у него не будет команды, то он никогда не станет лидером с высокой буквы «Л», да, с большой заглавной буквой «Л». И никогда, в общем-то, не станет финансово независимым, свободным человеком. Потому что, опять же, если он не станет лидером для себя хотя бы на первом этапе, значит, он всю жизнь будет работать по найму. Значит, всегда он будет в рабстве. Дальше. Обязательный навык коммуникации и работы в команде. То есть мы с вами работаем огромной, большой, большой командой. Мы не подразделяемся на вот из этой организации, от из этой организации. Все, кто делится, не растут. Поверьте мне, это такое правило в бизнесе. Все, кто считают, а вот эти параллельные, а вот эти вот запараллельные, а еще это еще какие-то, они не растут сами, потому что сжать не чуть информации, соответственно, и не воспринимают информацию со стороны. И получается тогда, как бы вот люди очень изолированы, да, как рыбки в аквариуме. То есть вообще сетевой маркетинг и вообще бизнес – это огромный-огромный-огромный океан. Когда человек закрывается внутри себя, внутри, может быть, своей командочки какой-то небольшой, внутри директорской своей структуры и боится лишний раз приоткрыть завесу, боится посмотреть, а что там в мире, он сидит в аквариуме. В аквариуме, конечно, появляется своя экосистема какая-то, да, маленькая, малюсенькая. Конечно, в аквариуме чуть-чуть можно плавать от стеночки до стеночки. Конечно, в аквариуме есть еще там 2-3 соседки рыбки, с которыми есть о чем поболтать, но большой-большой океан этой рыбки будет совершенно никогда неизвестен. Потому что она будет считать, что вот этот вот маленький-маленький аквариум – это и есть ее все, да, это и есть ее образ жизни, это и есть вот тот самый большой, который вообще есть в жизни этой рыбки. И мне очень часто менеджеры-директора напоминают вот этих вот рыбок в аквариуме, потому что они сидят тихонечко в своем вот этом маленьком-маленьком мерке и удивляются, почему в этом мерке тины начинают все зарастать. А вот поэтому и зарастают тины, потому что есть огромный океан информации, огромный океан энергии, огромный океан знаний, да, но для того, чтобы это получить, надо в этот океан выплыть, да, посмотреть. А что же там вообще за рамками вот этого вот маленького моего аквариума? Поэтому не бойтесь выплывать за рамки своего аквариума, отдавайте свои наработки, пишите в чат, да, берите наработки других людей, общайтесь, потому что все это даст вам возможность роста и развития. Поэтому мы работаем с вами в команде, только в большой, огромной команде делаются большие результаты. В маленьких-маленьких-маленьких замкнутых аквариумах большие результаты не делаются, потому что экосистема не позволяет вам делать большие результаты. Ну и, конечно же, навык позитивного мышления, если ты хочешь стать лидером для себя, научись хотя бы сам с собой позитивно общаться, да, скажи себе, что ты хочешь, что ты обязательно это получишь, какие действия ты готов сделать для этого и фокусируйся именно на позитивных моментах. Отключить от отрицательных моментов в жизни бывает всякое, но на чем мы фокусируемся, то мы и замечаем, в первую очередь, да, поэтому позитив это наше все, с позитива все начинается. И когда ты станешь лидером для себя, ты сможешь стать лидером для других. И лидер для других, обладая всеми теми навыками, которые уже были вышеперечислены, я не буду их повторять, он становится еще и стопроцентным источником для своих людей чего? Вот, это источник информации, то есть нашли что-то новенькое, как я уже сказала, быстренько отдали свою команду и глобальную команду. Узнали какую-то информацию, быстренько дали эту информацию по своей команде. То есть информация должна прокатываться молниеносно, моментально, да, в течение пяти минут какая-то новость, например, на слайде появился монопод, такая новость по всей организации должна прокатываться за пять минут, всего за пять минут. То есть вы быстро сообщили своим ключевым партнерам, те сообщили дальше вглубь, те еще вглубь, те еще вглубь. И таким образом должна очень быстро прокатываться информация. Дальше. Вы должны стать источником мотивации для своих людей. А что является мотивацией для ваших людей? Это ваш рост, ваш личный рост каждого, да? Если вы начинаете лично расти, то ваши люди это видят, это их вдохновляет, это их мотивирует, и они хотят быть похожими на вас. Вы должны стать источником вдохновения для своих людей. Общаясь с вами, люди должны получать именно вдохновение, позитивные эмоции. После общения с вами у них должно возникать желание быстрее, быстрее бежать и делать, потому что это так круто, так классно и так интересно. И, конечно же, вы должны быть источником обучения для своих людей. Читали новую книгу, сказали своим людям, да? Посмотрели какой-то новый видеоролик, сбросили своим людям, записали какой-то видеоролик, тоже выставили у себя в командных общих чатах. И еще раз хочу вам напомнить, что на что обращаете внимание, то и получаете результаты. Если вы обращаете внимание на всякие мелочи, на все то, что может быть по каким-то причинам вам, ну, какие-то препятствия, да, то вы получаете еще больше препятствий. Если вы обращаете в первую очередь внимание на какие-то позитивные изменения в вашей жизни, то, соответственно, вы еще больше позитивных изменений в вашей жизни получаете. Дальше, когда вы станете лидером для лидеров, вы станете лидером для своей команды, да, потому что к этому моменту, скорее всего, у вас уже будет хорошая, сплоченная команда. И запомните, что команда формируется автоматически, если у вас отлично на первых двух ступенях лидерства. То есть если вы являетесь лидером для себя и если вы являетесь лидером для других, то вы автоматически станете лидером для своей команды. Автоматически, то есть в таком случае от вас не будут требоваться каких-то дополнительных навыков, потому что первые две ступени, если пройдены и внутри вас, да, осели эти две ступени и стали для вас правилами жизни, то, в общем-то, ваша команда будет вас дублицировать и ваша команда будет вас повторять. Поэтому проанализируйте сейчас себя. Лидер ли ты для себя в первую очередь, да? Прям вот сами себя сейчас проанализируйте про эти вопросы. Лидер ли ты для себя? Можешь ли ты хотя бы себя организовать на работу? Можешь ли ты хотя бы себя организовать на обучение? Или тебе тоже нужно постоянно напоминалки, или тебе тоже постоянно нужно мотивировать, или тебе тоже постоянно нужно объяснять и вдохновлять, зачем тебе это надо. Дальше, лидер ли ты для других людей? Показываешь ли ты пример, стал ли ты для них вот этим самым важным человеком в их жизни, на который они хотят ориентироваться? Что ты реально делаешь самостоятельно, без уговоров, без принуждения, без того, чтобы тебя, скажем так, вдохновляли со стороны очередной раз? Рекрутируешь, делаешь звонки, проводишь планерки в своей персональной группе. Что ты реально делаешь самостоятельно? И делаешь ли ты что-то самостоятельно? Или ты все ждешь от спонсора внешнего какого-то воздействия на себя для того, чтобы, в общем-то, как-то двинуться с мертвой точки? Ищешь ли ты новые методы работы? Или ты сидишь и ждешь, когда тебе плювики принесут, еще и плюешься, когда тебе что-то даются словами «фу, это не то и мне не подходит», да? Ищешь ли ты новые методы работы? Ищешь ли ты новых людей в свою команду, новых ключевых партнеров среди тех, кто есть уже в твоей команде? Ответьте себе на эти вопросы, и тогда вы точно поймете, являетесь ли вы на текущий момент времени лидером для своей команды. И помните, не важно, как работали с вами, да, или там со мной, вот, например, да, важно, как я работаю со своей командой. У меня, например, это правило всегда железное. Я всегда смотрю вниз, я всегда смотрю, а что я делаю для своей команды? Достаточно ли я делаю действий для того, чтобы моя команда росла и развивалась? А достаточно ли я показываю себя как лидера для своей команды, чтобы моя команда полностью меня дублицировала и шла следом за мной? С чего же нужно начинать свой бизнес, да? Есть три обязательных условия, да, кто-то называет 3О, кто-то называет 3П, называют это все по-разному, но смысл один и тот же. Первое. Организуй личный и групповой рекрутинг. То есть, когда приходит новичок, первое, чему я его учу, я ему говорю, твоя задача создать команду, твоя задача наполнить свой интернет-магазин покупателями, некоторые из которых станут такими же, как и ты, ключевыми партнерами. Поэтому для этого тебе нужно организовать свой личный товарооборот, личный 150 баллов, как ты это будешь делать, я тебе расскажу. Личный объем продаж. Личный ОП это объем продаж. Это я все про 150 баллов рассказываю. Значит, и групповой рекрутинг, да, про объем продаж, я начала говорить, да, про рекрутинг сначала, да, приглашай, приглашай людей в свою команду, лично сам, и учи уже своих людей делать то же самое. То есть, приглашай людей в свою команду. Дальше. Второе. Организуй личный и групповой товарооборот. То есть, научись сам делать заказы, да, не менее 150 баллов и обучай своих людей делать то же самое для того, чтобы у тебя появлялся групповой товарооборот. Потому что ты получаешь процент группового товарооборота от 3 до 22% от организованного с твоей подачи группового товарооборота. Ну и, конечно же, организуй систему сопровождения, обучения команды. То есть, вот пришел к тебе человек, у тебя должна быть четкая встроенная система пошагового сопровождения нового человека для того, чтобы он так же, как и ты, впоследствии стал лидером, стал директором своего онлайн-магазина для того, чтобы он так же, как и ты, начал расти по кабельной лестнице. Вот если ты выполняешь эти 3 условия, то все у тебя будет. И, конечно же, очень важна система работы, да. У каждого должна быть четкая, сформулированная система работы. Сначала эта система работы вашего спонсора должна быть на 100%. Затем, когда вы уже становитесь директором, вы можете в эту систему работы внедрять какие-то дополнения, посоветовавшиеся своим спонсорам, как эти дополнения отразятся на вашем бизнесе. И когда вы станете бриллиантовым директором, вы будете полностью-полностью автономно внедрять свою личную систему работы, в которой уже вообще никто не будет смешиваться, потому что ваш статус, он уже будет говорить о том, что вы, в общем-то, знаете, куда вы ведете свою команду, и вы знаете, как правильно это делать. Итак, какие же должны быть системы? Первое – это системы рекрутирования. Как ты приглашаешь новичков в свою команду? То ли ты по телефонным собеседованиям приглашаешься в паре со спонсором, то ли ты в соцсетях ищешь своих знакомых и делаешь им предложения о бизнесе, да, то ли ты много страничек создаешь и делаешь предложения, то ли ты работаешь на сайтах поиска работы и так далее, и так далее, и так далее. Вариантов огромное количество, и любой вариант работает, если им работать каждый день минимум 2 часа. Дальше. У тебя должна быть система запуска новичка. То есть как твой новичок должен делать первые шаги, прям пошагово, четко, да? Дальше. Система обучения и сопровождения этого новичка. Дальше. Система выращивания ключевого партнера. То есть вот из новичков вот из этих всех надо выделить тех, которые в итоге станут твоими ключевыми партнерами и станут вот этим вот костяком организации, да, на которых, собственно говоря, и будет держаться и развиваться ваша организация. Ну и, конечно же, система организации личного товара оборота и продуктовой коммуникации по группе, да. Например, вот первая неделя каталога мы всегда говорим, выставляете в чатах фотографии своих заказов, какие у вас скидочки, это и есть продуктовая коммуникация. Или, например, вы купили себе продукт, а вот третьей недели каталога у нас тоже идет момент, когда мы каждый день пишем о каком-то направлении продукции, да, и это тоже является продуктовой коммуникацией, люди должны узнавать продукцию, а как они по-другому будут узнавать, мы в первую очередь должны все это писать и все это, в общем-то, пиарить, да. Поэтому вы должны запомнить, что вот эти пять видов систем, они взаимосвязаны, и они должны очень легко дублицироваться, то есть чтобы каждый человек мог прийти в вашу команду и четко повторить все вот эти вот пять систем для развития своего бизнеса. Какие же у нас должны быть акценты, если мы хотим с вами расти? Ну, во-первых, рассказываем о всех возможностях компании «Реклэм». Мы не приглашаем в компанию на потребление, мы не рассказываем просто о дисконтной карте, мы говорим о том, что в компании «Реклэм» есть много вариантов, как заработать денег. У меня на канале есть видео, которое называется «8 видов дохода». Если вдруг еще кто-то не посмотрел или новички, например, не посмотрели, обязательно зайти ко мне на канал и найти видео, оно называется «8 видов дохода». Мы рассказываем людям о всех возможностях компании. Дальше. Приглашаем их в первую очередь на бизнес. В первую очередь на бизнес. Только потом, если человек, ну, бои, испугался, не понял, не осознал, тогда поснижаем планочку до личного товара оборота, да, и снижаем планочку до личного потребления. Дальше. Третье. Стараемся активировать новичка с заказом в первые 48 часов. То есть стараемся в первые двое суток так поговорить с человеком, чтобы он сделал первый активационный заказ. Почему это очень важно? Потому что если он захочет включиться в систему, если он начнет приглашать людей в свою организацию, его люди тоже, понимаете, нам не платят деньги за приглашение людей, нам платят деньги за организацию товара оборота. То есть, другими словами, нам платят за то, чтобы продукт покупался. Если продукт покупаться не будет, вам никто ничего платить не будет, у нас денег просто не будет. Так вот, смотрите, если, например, новичок пришел и ни разу не сделал ни одной покупки, и завтра он зарегистрирует следующего, а тот хочет заказать, он к своему спонсору, к этому новичку и скажет, а как мне заказать? А что ответит наш новичок? Ты знаешь, я еще сам ничего не заказывал, я еще сам ничего не знаю. Что у второго консультанта, какая мысль появится? А почему он себе ничего не берет, если он сказал, что продукт такой классный? А почему он себе ничего не заказывает? И все, и, собственно говоря, вы потеряли товарооборот вместе с человеком, скорее всего. Поэтому для развития вашего бизнеса очень важно как можно быстрее разместить первый заказ, для того, чтобы четко ориентироваться хотя бы в своем личном кабинете, чтобы помочь потом своим людям. Дальше. Всегда говорим на языке выгода. То есть мы всегда должны, разговаривая с человеком, объяснять, почему ему это выгодно. Почему ему выгодно брать в интернет-магазине, например, тужные ресницы, а не в розничной сети, да? Качество, потому что отношение цена-качество самое лучшее. Почему ему шапку не выгодно брать у себя в интернет-магазине, а не где-то на стороне? Почему ему выгодно сделать новый результат, выйти на, например, сделать свои первые ступалки, чтобы попасть в стартную программу, или выйти на новый уровень 3, 6, 9, 12 процентов? Почему это все ему выгодно? Вот мы всегда должны разговаривать с точки зрения выгоды. Желательно, чтобы эта выгода показана была именно финансовая. Дальше. Начинаем всегда с себя. Вот иногда разговариваю с новыми людьми или с людьми, которые же есть в организации. Вот у меня никого нету. Я говорю, так не бывает никогда. У тебя всегда есть как минимум один человек. Это ты сам. Всегда. Возвращаемся к первому слайду. Лидер для себя. Да? И начинаем именно с этого. Если ты лидер для себя, давай, пожалуйста, делай те шаги, которые должен делать человек, который является лидером для себя. Ну и, конечно же, поддерживаем активность по группе. Для этого созданы чаты. Для этого мы поздравляем друг друга с днем рождения. Сегодня у Кубейна Климанова день рождения. Если кто-то не поздравил, поздравьте его и в чатах. Рассказываем акции. Объявляем свои, может быть, какие-то акции. Какие-нибудь несложные, легкие, простые, не замороченные. Но движуху в чат организовывайте, пожалуйста. Никто, кроме вас, это делать не будет. Задайте себе вопрос, как часто вы подписываетесь в своем чате? Сколько постов в день выставляете в своем чате? Ну и, конечно же, в моем понимании, успешный старт – это быстрый старт, да? Когда я приглашаю нового человека, я ему сразу даю четкие инструкции. Первая инструкция – сразу посетить ВВО в этот же день, да? Посмотреть, посмотреть презентацию возможности Арифлея. Важно сразу после этого созвониться с человеком и определить дальнейшее направление сотрудничества. Какие вопросы я задаю? Что ты понял? Объясни своими словами. Как ты понял? В чем заключается суть нашего бизнеса? Что конкретно ты должен делать? Вот объясни вот из всего услышанного. Человек объясняет, и из этого я понимаю вообще, какие акценты мне дальше нужно расставлять в нашей беседе. Дальше я спрашиваю, в каком управлении ты хочешь развиваться? Ты хочешь зарабатывать деньги как быстро? Вот это самый важный вопрос, да? Потому что от того, как быстро ты хочешь научиться зарабатывать деньги, будут зависеть те действия, которые я буду тебе диктовать. Дальше. Выяснить готовность к действиям сейчас. Насколько человек готов делать действия прямо сейчас? Ничего не откладываем на завтра. Не надо говорить, ну давай, сегодня ты посмотришь на ВОО, завтра мы с тобой свяжемся, послезавтра мы напишем первый список знакомых, а послезавтра он уже снизится. Почему? Потому что все три дня ему родные говорили, нафигать тебе все это надо, все это глупости, ерунда, ничего хорошего из этого не выйдет, ну и так далее и тому подобное далее по тексту, да? Поэтому, ребят, пуй железо пока корячо. Есть такая очень хорошая высказывание, такая хорошая русская пословица, это как раз касается нашего бизнеса. Пока он для вас на чуть-чуть, на минутку приоткрылся, пока он вам на минуточку поверил, да, он вас не знает, ведь, понимаете, у своих друзей, знакомых знает, а вас он не знает. Это вы знаете, что вы для него делаете классно, здорово, хорошо. Это вы понимаете, что если вы пробьетесь к нему, если он вас все-таки услышит, то это его жизнь изменится в лучшую сторону, для него поменяется образ жизни, то он станет финансово независимым человеком, то он обретет свободу, но он сегодня больше заверяет своему окружению, а его окружение живет совершенно в другом мире, и этот мир говорит им совершенно другие слова. Этот мир говорит им, что надо обучаться, надо идти, устраиваться на работу, надо до пенсии работать на одном рабочем месте, потом тебя как тряпку выкинут на пенсию, никому не нужно, на эти копейки, на нищенскую пенсию ты будешь ходить с протянутой рукой, ходить в государство, говорить, боже мой, куда делись мои золотые годы, раньше все было лучше. Отчего это все происходит? Почему человеку с возрастом кажется, что раньше было лучше? Да по той простой причине, что раньше он был моложе, у него силы были, да, желание, жизненная энергия была. С возрастом это все уходит куда-то. Песок уходит, некоторые говорят, вот выйду на пенсию, начну работать. Слушайте, ну, наверное, не зря в этом возрасте отправляют на пенсию. Если бы человек и дальше хотел, продолжал так же активно работать, вряд ли бы его отправляли в этом возрасте на пенсию. Наверное, все в этой жизни не просто так. Бывают, конечно, гиперактивные люди, у нас есть в организации такие люди, да, которые, мне кажется, и в 80-е, и в 100 лет будут гиперактивными. Но это единицы все-таки, давайте будем честными. Все-таки большая часть пенсионного возраста превращается в такой вот, ну, в общем-то, рыхлый кусочек чего-то там, да, я даже не знаю чего. И непонятно хотят лишний раз двигаться, да, и тем более двигать мозгами. Поэтому делайте все вовремя, развивайтесь быстро, сразу схватывайте все, старайтесь схватывать все на лету. Ну и, конечно же, четвертое, что нужно, это дать инструменты для работы. Я всегда в конце своей презентации даю эти инструменты, сегодня обязательно она тоже будет, поэтому еще раз вы это увидите. И плюс я еще сейчас добавляю, я даю человеку почитать книгу «Бизнес-трепорет». Ну что значит, да, я ему говорю, прочитай книгу, он заходит в интернет, вбивает это название, и прям легко, там всего 40 страничек, она быстро, легко читается, очень четко дает вообще структурированное понимание сути вообще нашего предложения, именно предложение развивать свой бизнес. Поэтому, и, кстати, для меня это очень хороший такой вот экзамен для этого человека, да. Если я ему говорю, надо сегодня быть с нового, он мне говорит, ой, я не могу. Если я ему говорю, надо, чтобы у тебя был персональный компьютер, он говорит, ой, у меня нет. Если я ему говорю, надо постоянно быть на созвоне, он говорит, я не могу, у меня лялька маленькая, и я боюсь ее разбудить. А я говорю, подожди, говорю, а чем я могу тебе, в принципе, помочь? Если это ты не можешь, это ты не хочешь, тут у тебя обстоятельства, а тут у тебя причины. Давай тогда ты как-то решишь все причины, обстоятельства, как-то разумеешь, еще что-то произойдет, да, тогда и обращайся ко мне, потому что если мы делаем работу, мы ее делаем прямо сегодня. Я ничего не откладываю с человеком на завтра. Поэтому, пожалуйста, вот для вас четкие инструкции, да, пример, с чего мы начинаем свои действия. Кого я считаю ключевым партнером, кого я в области не буду считать ключевым партнером? Ну, ключевой партнер, с моей точки зрения, это человек, который всегда на связи со спонсором, он обучается и сам задает вопросы. Ключевое слово «сам». Он не ждет, пока я ему напишу вайбы, в скайпе, в личку где-то, в смс пришлю, привет, как дела, куда пропал, еще что-то. Да, я пишу, я многим пишу, но это уже так, знаете, ну, а вдруг, а вдруг этот человек все-таки проснется, а вдруг он все-таки начнет делать то, что положено, и вдруг, в общем-то, он все-таки начнет выполнять конструктивные действия. Но, в первую очередь, я обращаю внимание на тех, кто сами задает мне вопросы, сами мне пишут, сами спрашивают меня и сами, в общем-то, просят встреч со мной, да, эти люди меня интересуют в первую очередь. Дальше. Ключевой партнер ищет возможности, а не причины, и он позитивен. Что бы ни происходило, он всегда находит в этом позитивные моменты, да, а может быть, он просто какое-то событие воспринимает, просто очередной урок жизни. Дальше. Ключевой партнер учится организовывать личный товарооборот 150 баллов. Он учится рекрутировать, он ставит перед собой план одна регистрация в день, каждый день с его личной подачей. Если я ему как спонсору нужна в этом вопросе, значит, мы это делаем сообщаем. Если не нужна, значит, он сам контролирует этот вопрос, но он стремится к этой цифре. Для него это важно, потому что он хочет быть ключевым партнером и потому что он хочет, чтобы на него обратили внимание. Я помню, что когда у меня был уровень 9%, мне мой спонсор сказал, Лена Галифуна, да, она мне сказала, Оля, у меня нет времени нянчиться с каждым человеком, я буду работать именно с теми людьми, которые четко выполняют все инструкции мои, которые четко делают те действия, которые я проговариваю. И если ты выйдешь на 15%, я буду к тебе относиться к потенциальному директору, и я буду на тебя смотреть уже как на перспективного менеджера с моей организацией. Я помню, как для меня важно были эти 15% выйти для того, чтобы доказать Лене, что да, я на самом деле достойна ее внимания, да, я на самом деле тот человек, который сделает этот результат, который будет работать на результат команды, который готов много отдавать, чтобы много получать. Для меня это было очень важно. Дальше. Готов проводить планерки для своей команды, в вебинарах готов выступать, да, у нас с утра есть специальные вебинары для менеджеров, где вы можете потренироваться, где практически нет аудитории, там выходит только спонсор, пару человек с вашей командой. И, конечно же, он открыт для новых идей. Самое главное, всегда быть открытым человеком, да, всегда помните о том, что чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете, чем больше вы получаете, тем лучше ваш результат. И, конечно же, он готов взять ответственность за развитие своего бизнеса, в первую очередь, на себя. Вот это вот очень-очень важный момент. Поэтому вот вам еще раз расписание вебинаров. Они у нас проходят каждый день. В 9 утра по Москве у нас идут тренировочные вебинары, каждый день в обязательном порядке, кроме субботы, воскресенья. В 19 часов у нас идет общекомандное обучение, в 20 часов по Москве презентация возможности рефлея, в 21 час по Москве каждый день у нас идет вебинары турбо-роста, вебинары для тех, которые хотят быстро растить, быстро развиваться, получать быстрые, глобальные, масштабные результаты, и которые хотят, чтобы их команда также быстро росла и быстро развивалась. Еще раз мой скайп, если вдруг кто-то здесь присутствующих не добавил до сих пор меня в скайпе, себе в контакты, пожалуйста, добавляйте, присылайте заявочку на то, чтобы я с вами погружилась. Я, конечно, спрошу, кто вы, что вы, с какой вы команды, но если вы в моей организации без вопросов, я вас добавлю к себе в скайпе, конечно же, с удовольствием, всегда можете мне в личку писать свои личные вопросы, я всегда отвечаю на все вопросы без исключения, никого не пропускаю, никогда не замалчиваю никакие ответы, все это прекрасно знают, поэтому, ребята, спрашивайте, спрашивайте, не бойтесь, что я потрачу время. Если у меня нет времени, я в ту же секунду не отвечу, но я все равно отвечу в течение дня, в любом случае, утром, в обед, вечером, когда появится минутка свободная, я обязательно отвечу на ваши вопросы, обязательно сниму ваши какие-то вот сомнения, может быть, да, поэтому добавляйтесь. Дальше, те самые ресурсы, про которые я говорила, да, помните, дать ресурсы команды, наш командный сайт, www.project.com, наша вебинарная площадка, еще раз повторяю, что людям достаточно непросто выходить на вебинарную площадку не потому, что она сложная, она у нас очень простая, а по той простой причине, что если человек это никогда не делал, людям вообще не свойственно просто без такого, знаете, мотивационного пинка, не свойственно делать что-то новое, вот, по собственной инициативе, поэтому я вам рекомендую с новичком тренироваться, то есть вы зарегистрировали нового человека, вы говорите, сегодня выходим на ВУО, он говорит, окей, хорошо, прямо сейчас есть 5 минут тренироваться, как это сделать, если он говорит, да, выходим, если он говорит, нет, перед ВУО, значит, давай, за 15 минут мы выйдем, вот, я тебе объясню, что да как, и потом уже ты останешься, посмотришь презентацию. Вот, поэтому, ребят, тренируем своих новичков, становимся хорошими тренерами, и тогда ваш успех обязательно у вас будет. Дальше помним, что у нас есть обучающие видео на ютубе, мой канал называется проект Курова Зайцева, у ваших спонсоров есть, у некоторых директоров уже есть свои каналы, развиваем личный бренд и выкладываем видео на каналах, конечно же, да, если вы сняли какое-то видео, например, для своей команды, там, например, как размещать заказ, или, например, как определиться с СПО, или еще там что-то, неважно, вот любые-любые вот видео, заставляйте в общий командный чат, ребят, собирайте лайки, потому что это все является развитием вашего личного бренда, то, на что потом будут приходить новые люди. Ну и, конечно же, я всегда даю вот блог для новичка start.com.ru, это как раз блог, где полностью прописаны все пошаговые шаги нашего новичка для того, чтобы у него получилось. Я вам сразу хочу сказать, что мы с вами ищем не просто людей, да, мы ищем ключевых партнеров, мы ищем людей, которые потом станут бриллиантовыми директорами нашей с вами организации, да, вашей организации. Мы ищем людей, которые ищут. Так не бывает, чтобы все люди были искательными, так не бывает, чтобы все 100% людей делали то, что вам нужно, но если вы будете каждый день приглашать хотя бы одного человека в свою команду, то в течение каталога у вас обязательно появится новый ключевой партнер, а то и 2-3, обязательно. И если у вас в каждый каталог будет появляться новый ключевой партнер в вашем команде, то за год у вас появится 17 ключевых партнеров в команде, которые будут расти и развивать ваш бизнес. неужели вы думаете, что если у вас в команде 17 ключевых партнеров, вы не сделаете хороший результат, уровень там директора, старшего директора, золотого директора, старшего золотого директора, смотря как эти партнеры расслаблены, да. Конечно же сделаете, ребят. Оказывается, все-таки, возвращаясь к первому, надо быть лидером для себя, надо самому поставить себя в условия, когда мне нужно каждый день делать, потому что за мной команда, даже если в команде в этой один только я, я у себя есть, я себя не могу обмануть, я же себе сказал, что я пришел сюда зарабатывать, значит, надо начинать, ребят, надо начинать себя ставить в определенные рамки, надо начинать делать ежедневные действия. Ради чего мы с вами все это делаем? Ради того, чтобы быть финансово независимыми людьми, ради того, чтобы изменить свой образ жизни, ради того, чтобы получить ту самую свободу, за которую бьются целые народы, да, и попадают снова в кабалу. У нас свобода самая настоящая, свобода от общественного мнения, свобода от начальников, свобода от будильников, свобода от финансовых каких-то затруднений, свобода от долгов, свобода от кредитов. Ну, в общем, ребята, эта свобода, она очень разная, да, свобода жить и работать так, как я хочу, столько, сколько я хочу, там, где я хочу, и отдыхать тогда, когда я хочу, да, когда я приняла решение. И вот те самые свободные люди, которые заработают себе эту свободу в этом году, поедут вместе с нами в Таиланд в декабре 2016 года для того, чтобы нежиться на солнышке, когда здесь будет холодно, для того, чтобы лежать на пляже, для того, чтобы загорать, для того, чтобы работать, мы все будем совмещать, мы все будем успевать, мы будем путешествовать, мы будем отдыхать, мы будем расширять свой кругозор, мы будем много зарабатывать, мы будем много работать для того, чтобы еще больше путешествовать, еще больше зарабатывать и еще больше расширять свой кругозор. Ребят, это образ жизни, и если вам нравится этот образ жизни, если вы готовы к такому образу жизни, с удовольствием присоединяйтесь, давайте начнем, давайте начнем делать это всем вместе, да, давайте начнем все вместе развиваться, все вместе получать удовольствие от жизни и все вместе развиваться, зарабатывать, отдыхать вместе, путешествовать. В общем, все делать вместе, да, это здорово, это прекрасно. Вот Лена пишет, готова и хочу. Молодец, Лен, классно. Поэтому, ребят, те, кто готовы и хочет, вторая неделя каталога, наша ежедневная задача, я так думаю, вы уже поняли, личный товарооборот 150 баллов в течение каталожного периода и одна регистрация в день, каждый день с личной подачей обязательно. Но сейчас смотрим в первую очередь на рекрутинг. Вторая неделя каталога. Учимся, учимся много рекрутировать. Каждый должен выделить минимум 2 часа в день на рекрутинг в обязательном порядке для того, чтобы стало получаться у тех, у кого еще не получается, для того, чтобы пошли регистрации результаты у тех, у кого уже получается. Ребята, я бесконечно верю в каждого из вас. Я знаю, что мы одна из самых мощнейших команд. Я знаю, что нас этой осенью ждет прорыв. Я знаю, что многие из нас с вами откроют новые результаты этой осени. Я знаю, что это сделают все, кто сегодня начнет рекрутировать. Поэтому, ребята, удачи вам, огромной работоспособности и большого количества ежедневных действий. Все. Спасибо. Спасибо.